Комфортно жить не запретишь. Все хотят уютные и просторные квартиры, но стройки одиноко стоящего дома уже ушли в прошлое. Сейчас застройщики предлагают целые жилые комплексы. И сегодня как раз поговорим о таком ансамбле зданий, о жилом комплексе на вокзальной. Жилой комплекс от Абаканской строительной компании возводится на месте старых бараков по вокзальной. В проекте семь девятиэтажек с мансардными десятыми этажами и три шестнадцатиэтажки. Там хватит места почти для двух тысяч человек. Огромные торговые площади, два частных детских сада, игровые площадки и свои трансформаторные подстанции. Обо всем по порядку. Квартиры. Для маленькой семьи это очень удобно. Можно установить встроенный шкаф, можно кровать, можно диван. Здесь, например, телевизор. Места хватит. Спальня в 16,5 квадратов. Свободную двухкомнатную квартиру в первой уже сданной десятиэтажке показывает инженер производственно-технического отдела АСК Альбина Сутырина. Все квартиры под самоотделку. Это много для стандартных абаканских домов или это... Это хорошая толщина. Десятиэтажки в этом жилом комплексе панельные. Альбина говорит, современное производство панелей дает возможность расширить общую площадь жилья, а также включить в планировку два санузла, вместительные кладовые, а также улучшить тепло- и звукоизоляцию. Железобетонная панель делается на нашем заводе в городе Черногорске. Они утепленные, шумоизолированные, намного. То есть ровные стены. Здесь, в принципе, можно просто прогрунтовать и клеить обои. Осмотрев квартиру на глаз, стены действительно ровные, но мы любим точность. Поэтому берем специальный уровень и измеряем. Да, пузырек находится в центре, значит стены ровные. Черновая отделка дает полет для фантазии. Как и тонкие межкомнатные перегородки, только их в панельных домах можно перемещать. Например, соединить туалет с ванной, как в этой однушке. Получается очень просторно. Мы сейчас находимся в трехкомнатной квартире, площадь которой 69,5 квадратных метров. На две стороны идет. Комната идет 18,5 квадратных метров. Итак, хорошие квадраты еще больше визуально сделать можно с помощью светлых обоев, показывает пример Альбина Сутырина. И ведет нас вглубь квартиры. Она с изюминкой. Два санузла. То есть один расположен ближе к кухне. Это здесь, конечно, она как получается умывальник и можно установить стираемую машину. Другой санузел расположен уже ближе к комнате. Из уютной квартиры выходить хочется в ухоженный двор, где обязательно должна быть детская площадка. И в жилом комплексе на вокзальной первые площадки уже появились, но будут еще, потому что качели и горки предусмотрены перед каждым домом. Но это для семейных. Для бизнеса же здесь есть офисные помещения. Со стороны Пушкина, например, там будет прям три 16-этажных дома, которые все будут соединены спереди трехэтажными пристроенными помещениями, которые можно использовать и как магазины, торговые центры, развлекательные, все что угодно. Плюс вот мансардные этажи. На мансардных этажах это тоже не жилое. Ну, к примеру, можно там художественные мастерские организовать. Со стороны вокзальной тоже будут офисы. У каждого дома для этого построена будет трехэтажная пристройка. В двух из них АСК сделает спецпомещение под пару частных детских садиков. Каждый из них на 10 ребятишек. Решен вопрос у жилого комплекса на вокзальной и с парковками. 90-квартирный дом, 45 парковочных мест. Это нормативные они будут. Плюс еще здесь дополнительно будет стоянка, парковка со стороны железной дороги. Как раз там, где мы стоим с исполнительным директором компании. Пустырь хороший по площади машин на 45. Для тех, кто любит стабильность, комфорт и благополучие, жилой комплекс на вокзальной. Развитая инфраструктура района, комфортное жилье, уютный двор и даже свой детский сад. В продаже остались последние квартиры в новой панельной 10-этажке на вокзальной 14, площадью от 29 до 40 квадратов. Стоимость одного квадратного метра 46 тысяч рублей. По вопросам приобретения жилья можно обращаться на Кошурникова 12А или по телефону отдела продаж.